Добрый день. У нас сегодня в студии руководитель франчайзинговой сети «Колба» Александр Татаринов. Мы разговариваем о том, чем занимается компания. Это самогоноварение, виноделие, продажа оборудования. Вечно хочется сказать, комплектующих на самом деле, то что ингредиенты. И комплектующие для оборудования тоже. И это тоже измерительные приборы. Все, что связано вообще с темой самогоноварения, можно купить у нас в магазине. Развеиваем мифы, говорим о том, насколько это популярно. Оказалось, что очень популярно. Особенно в пандемию возрос интерес. Открылось большое количество магазинов у «Колбы» по России. Давайте еще раз напомним, какие у вас оказались цифры роста. Мы за год выросли больше, чем в два раза. И если, я повторюсь, если бы мы в 2020 год вошли с количеством магазинов чуть более 100, то сейчас по итогам марта у нас уже 212 магазинов. Марта этого года. Этого года. Вот, мы прошлую нашу беседу закончили о мотивации. Вы сказали, что это большой класс для обсуждений. Действительно, кто-то этим занимается от скуки, для кого-то это было от скуки, стало хобби. Да. Что чаще всего вы наблюдаете? Ну, я, наверное, тяжело будет сказать, что там абсолютно большинство людей покупает самогонный аппарат для того, чтобы на нем заниматься самогоноварением. Именно для того, чтобы конечный продукт четко получить и не ходить за ним в магазин. Наверное, так нельзя будет сказать. Есть определенное количество наших друзей. И я, повторюсь, мы их друзьями называем, потому что так и есть, которые относятся к самому процессу самогоноварения как к творчеству. Это для них хобби, которое даже уже переросло в нечто большее. Ну, вот да, кстати, вот инженерная мысль там может просто гулять, да, и гастрономическая. А что чаще побеждает? То есть, интересно сам процесс или интересно, что у тебя в итоге получится? Ну, ведь не зря говорят, что у нас люди там делятся на физиков и лириков, да. То есть, какое-то там привычное понятие физика человека с инженерным складом ума, он здесь для себя найдет много возможностей свои способности приложить. Потому что оборудование можно бесконечно, на самом деле, бесконечно модернизировать. А в нас в каждом, во многих живет. Во многих живет, особенно, да, в мужчинах у нас. Любим мы это дело. Можно модернизировать самооборудование посредством добавления новых частей, новых комплектующих, подключать какую-то автоматику. Я знаю случаи, когда процесс полностью автоматизирован и дистанционно управляется. Я, конечно, не слышал о интеграции самого самогонного аппарата в систему «Умный дом». Но, знаете, как в любой шутке, здесь доля шутки только может присутствовать, потому что технически это, в принципе, возможно. Когда ты там… Просто осталось заказать комплектующие, наверное. Осталось заказать комплектующие, понять, как это должно выглядеть и сделать. Вот это то, что касается инженерной составляющей. Творческая, к лирикам перейдем, творческая составляющая. Ну, это продукт, который делаешь собственными руками. Ты влияешь непосредственно на сам этап производства. Ты здесь действительно творишь. Ты творец. И поэтому ты, в принципе, из одного какого-то базового набора ингредиентов можешь создать продукты, которые на выходе будут чуть-чуть отличаться. Это для тебя поле для экспериментов. Где-то прям повод для гордости перед друзьями, знакомыми, родными, что ты вот создал действительно клевую вещь, интересную. И, вы знаете, я лично знаком с несколькими вот такими людьми, творцами, у которых достаточно дорогое оборудование, которые достаточно много времени этому посвящают, при этом при всем не употребляя алкоголь совершенно. То есть для них целью не является конечный продукт, именно вот с его потребительских качествами. Очень важен процесс. Вот про культуру тоже хотела вас спросить. Ведь вы консультируете по, наверное, большинству вопросов в плане технологий, оборудования. Какие-то, может быть, установки и по культуре? Не знаю, транслируете своим друзьям или они друг другу? Ну, просто я как человек, который сам уже больше шести лет занимается самогоноварением, я, можно сказать, на себе этот весь процесс прочувствовал. И действительно, когда делаешь какой-то напиток, у тебя отношение к нему меняется. Причём, чем более сложный напиток ты делаешь, тем сильнее меняется у тебя к нему отношение. И вот опять же, мы в первой части про стереотипы говорили. Человек, который изготавливает самогон, занимается самогоноварением, человек, который изготавливает другие напитки, там, из фруктов, из солода, зерновые и так далее, он, по моему ощущениям, он даже меньше их начинает употреблять. Потому что, ну, как к этому относиться? Как к собственному детищу. Ты его долго ждёшь? Долго ждёшь. Ну, вот я личный пример приведу. У меня есть напиток, который я только открою в сентябре этого года. Бочку вскрою, там, больше шести лет этому напитку. Больше шести лет вы её ждёте? Да, да, да. Жду. Будет какой-то повод выразить? Да, у меня будет день рождения, обычный день рождения. Вот к нему он готовится. У меня уже там группа товарищей, на него облизывается несколько лет. Мы все ждём. И, понимаете, вот с таким отношением ты действительно и к самому процессу употребления относишься по-другому. То есть, это наш человек, наш человек, это не тот, который там прибежал в магазин, купил то, что надо, употребил, получил такой требуемый результат. Тут нельзя сегодня захотеть выпить, приготовить напиток и вот тут же выпить. Ну, технологически это невозможно. Но это требуется в лучшем случае несколько дней. Ну, в самом быстром случае несколько дней. С точки зрения там максимального количества времени. Насколько хватит терпения? Ну, вы знаете, что в магазинах у нас продаются там некоторые напитки, там, шотландского, как правило, производства, да, или французского. Там срок выдержки, который там десятилетиями измеряется. Поэтому эта история как раз не больше не проупотребить, а больше произготовить. Отсюда и культура идёт. А если ещё вернуться к разговору о фантазии и экспериментах, и ещё и к консультированию. У вас есть образовательная платформа. Да. Там помимо большого количества формул, правил для расчёта всего, что может потребоваться, есть ещё какие-то обучающие видео. То есть можно на оборудование от колбы, как я поняла, производить напитки, копии напитков известных брендов? Ну, наверное, не про брендов, не про бренды мы будем говорить, а напитки по технологиям, ну, и известных алкогольных напитков мира. У нас у всех есть ассоциации, ну, например, там, с Мексикой. Говоря про Мексику, все чётко понимают, какой там национальный напиток. С Франции, с Шотландии, да? Вот, ну, я думаю, сейчас все представляют, о каких напитках речь идёт. Ну, то есть самогоноварение – это не то, что только вот мы стереотипно представляем какую-то мутную жидкость. Плюс это виноделие, это пиво, варенье, пожалуйста, это приготовление других слабоалкогольных напитков, поэтому тут простор очень широкий. Напитки, там, дистилляты, настойки, наливки, вот, я опять же говорю, там, пиво, варенье, всё это есть от, там, грубо говоря, от нуля градусов до 96. Можно производить различные напитки из разного сырья. А что касается нашей помощи, нашего обучения, даже не обучения, назову, наверное, это больше образовательная история. Во-первых, все продавцы в нашем магазине обучаются и могут любому нашему покупателю, любому человеку, который ждёт наш магазин, рассказать про продукт, рассказать, как сделать тот или иной продукт, посоветовать, порекомендовать, что для него больше подходит, исходя из его пожеланий. Ну и, в принципе, вот помимо такой консультации, даже просто побеседовать на тему производства, про историю этого реновного напитка, про теорию потребления, употребления, по большому спектру вопросов связанных. И есть онлайн-платформа, где любой наш человек может зайти, зарегистрироваться и получить информацию, как банальную для начинающих эти формулы, как что делать, как что производить, так и погрузиться в историю, откуда всё это пошло, как развивался вообще сам процесс в той или иной стране, как делать те или иные напитки, посмотреть видео, в которых мы объясняем вообще все процессы приготовления, узнать какие-то новые рецепты, потому что мы постоянно обновляем информацию там. Ну, в общем, после посещения портала очень радует, что абсолютное большинство людей тут снова и снова возвращается. Горячая линия замолкает. Горячая линия не замолкает, мы этому рады, да, у нас горячая линия существует. Конечно, мы не в формате 24 на 7 работаем, там ребята всё-таки ночью отдыхают, но 7 дней в неделю она доступна абсолютно. И существует наш сайт, сайт колба.ру, вышло приложение мобильное, которое на всех платформах работает, тоже колба.ру называется. Везде 18+. Естественно, везде 18+, да. Вот, поэтому человек, который даже на сегодняшний день не является нашим другом, да, он легко нас может найти и хотя бы прикоснуться вот вообще вот к этой нашей теме, к теме самогонаврения. Мы говорили о том, что базовое оборудование – это до 4 тысяч рублей. К нему ведь, наверное, ещё что-то требуется, помимо желания этим заниматься, какие-то дополнительные покупки. Вот базово примерно сколько будет стоить, и набор готовый. Набор готовый. Если для того, чтобы на самом простом аппарате, про который мы говорили, что-то начать производить, по сути, человеку надо купить специальные дрожжи. Мы не рекомендуем использовать хлебопекарные, мы рекомендуем использовать специальные дрожжи, спиртовые. Они по цене достаточно доступны. Если вот мы сегодня говорим, то базовый пакетик, наверное, стоит от 65 рублей. Ну, и там до 300 примерно. Дрожжи, сахар, вода, которая есть у нас у каждого дома. Ну, и помимо того аппарата, который он уже приобрёл, ну, какая-то ёмкость для брожения. То есть, поэтому вход достаточно недорогой. Ну, все знают, сколько стоит сахар, там, порядка 45 рублей за килограмм. Ну, чтобы изготовить 3-4 литра напитка, привычную нам крепость, там, 40 градусов, ну, человеку надо 3-4 килограмма сахара, это, ну, 200 рублей округлим. Пакетик дрожжей, там, 65 самый простой. Ну, вода и какое-то количество электричества, либо газа, где нагревать это будет. Ну, то есть, вот, достаточно недорого всё. Так, а насколько это безопасно? Электричество, газ, вообще самого производства? Ну, во-первых, оборудование производится из пищевой нержавеющей стали. Здесь, с точки зрения контакта с пищевыми продуктами, ну, никаких вопросов нет. Абсолютно безопасно, абсолютно получается гигиенически, правильно, стерильно. А само наше оборудование, любое, там, и от базовых вещей, и до достаточно дорогих, оно производится не где-то в кустарном там гараже, у нас целая фабрика, можно сказать, по производству оборудования. И она в России? Она в Кирове находится у нас, да. По абсолютное большинству оборудования, которое продаётся не только в наших магазинах, то и в магазинах наших, ну, назовём их коллегами, да, вот, оно произведено в России. То есть, тот стереотип, что это всё Китай, это совершенно неверно. Россия мировой лидер? Ну, я не скажу. Мы, конечно, в лидирующих там списках на планете находимся, но самогоновое арене развито не только в России. И в той же Северной Америке это достаточно популярная тема. И в том же Китае, который производит очень неплохие аппараты. Ну, в Китае разный бывает. Мы, допустим, недавно заключили контракт с очень крупной компанией, компанией Дистелекс-производитель. И вот первая партия уже пришла недавно к нам сюда. Так я вам скажу, что шикарное качество, отличное оборудование просто. И выглядит красиво, и сделано очень хорошо. Поэтому Китай в нашем случае это совсем такое ненарицательное. А вот как вы на него вышли? То есть вы там протестировали сами? Мы постоянно находимся в поиске нового, потому что у нас покупатель-то сейчас такой, ему же требуются какие-то новинки, что-то узнавать. Мы постоянно находимся в поиске нового, и это касается как оборудования, это касается так и ингредиентов, которые появляются, какие-то новинки. Мы, естественно, все это тестируем у себя. Любой продукт перед тем, как попасть на полку в магазин или на полку в интернет-магазин, он обязательно проходит тесты у нас. Это начиная от базовых каких-то банальных дрожжей, какого-то концентрата сока либо хмеля, заканчивая самогонным аппаратом. То есть пока мы на каком-то самогонном аппарате сами у себя не произведем несколько циклов производства, не попробуем в разных режимах, не оценим его, не подготовим видеообучающее, мы его в продаже просто не запускаем. И есть определенное количество поставщиков, которые не попали к нам в магазин именно потому, что не прошли такое тестирование. А вот если еще про безопасность. Новичок ведь, он приступает к этим занятиям, возможно, не посмотрев видео или еще что-то. То есть либо он уходит из магазина, его уже заранее проконсультировали, что можно, что нельзя тут делать. В магазине исчерпывающую консультацию получает. И я знаю случаи, когда наши продавцы, наши партнеры даже помогали устанавливать оборудование. То есть приходили домой к покупателю, помогали им устанавливать и запустить оборудование. Плюс, опять же, горячая линия работает, обучающий портал работает. Если сегодня человек дома окажется один на один с самогонным аппаратом, и он не будет понимать, что ему нужно сделать, информацию о том, как это сделать, он получит в любом канале. Это может быть в колбе, это может быть где-то просто в интернете. Большое количество наших материалов, обучающих, и блогеров, и просто советов бывалых. Это что касается знаний. Что касается работы с оборудованием, там присутствуют и предохранительные клапаны, чтобы избежать какого-то, не знаю, страшилки же бывает, где-то что-то взорвалось. Ну, конечно, особенно, когда ты ничего сам пока не пробовал. Первое, что ты думаешь, что всё страшно, взрывается, пахнет. На самом деле это кажется сложным. Когда начинаешь с этим работать, ты понимаешь, что конструкция отработана годами, производство фабричное, всё очень понятно, всё очень доступно. И на всякий случай, вдруг человеку что-то сделать не так. Сгораемышка. Есть тот же предохранительный клапан на кубе, который находится на перегонном, который позволит сбросить давление, избежать чего-то там. Ну и даже если вдруг, не знаю, ты там забыл у тебя, что-то это выкипело, но в конце концов вот этот куб перегонный, это оборудование, это, повторюсь, нержавеющая сталь пищевая хорошего качества, с которой ничего не случится. Ну, либо это медное оборудование тоже хорошего качества, с которым ничего не произойдёт. А у вас бывали какие-то фейлы? Вы, за ваш опыт, как мы поняли, шестилетний. У меня лично, лично я пропускал в начале своего пути, пропускал, забывал. Забывал вовремя отключить, забывал вовремя переключить, добавить воду где-то. Но самое страшное, что происходило, это я на выходе получал не 3 литра, допустим, ожидаемых, а пол-литра. То есть, продукт уходил в небеса. Насыщалась квартира. Ну, атмосфера вокруг дома даже. Вот, смотрите, говорили мы про то, что это большое хобби. И для вас ведь это тоже было хобби, остаётся, но вы теперь и в бизнесе. То есть, для кого-то это ещё и следующая стадия, и вы с ними тоже работаете. Конечно, конечно. То есть, можно вырасти владельца, не знаю, магазина соучредителя. Колба – это франчайзинговая сеть. Те магазины, которые у нас открываются по стране, и не только в России, это магазины, которые открывают наши партнёры. Это как раз те люди, которые… Кто-то пришёл через хобби и решил превратить это в бизнес. Кто-то уже состоявшийся бизнесмен, где-то в другой сфере, решил просто открыть параллельное направление. Такие у нас тоже случаи нередкие. Диверсификация такая. Да, 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 да. Вот. Поэтому это бизнес достаточно прибыльный. Причём мы понимаем, что рынок растёт и продолжает расти. И вот мы в первой части говорили о том, что часть наших партнёров, уже действующих, которые имеют 3, 4, 5 магазинов, они продолжают открывать новые. Это говорит о том, что бизнес действительно прибыльный. Им тема А – прибыльно, Б – интересно. Ну, потому что всегда клёво заниматься тем, что тебе нравится, а ещё и деньги приносит, доход определённый. И что люди, которые, вот говорю, уже имеют несколько музыкновений, открывают новые, демонстрируя успешность. Вот так же радует то, что у нас появляются абсолютно новые партнёры. Причём, понимаете, это настолько разные люди. Есть молодые. То есть, самая молодая франчайзи у нас 20-го года, парни. Это его первый бизнес в жизни после института. Он в небольшом городе открылся и успешно работает. По хорошим старту, считаете? Ну, да. Есть примеры, когда человек на пенсии вдруг решил заняться, там сам, либо с помощью детей, открыв магазин, и тоже получает удовольствие. Мы поддерживаем и тех, и тех. У нас абсолютно нет никакой разницы. Есть люди, я знаю одного партнёра, у которого 4 магазина, который прям, он поклонник здорового образа жизни полностью. То есть, он не употребляет алкоголь сам, он достаточно спортсмен такой. А ведь вопрос о мотивации у нас тут. Вот, мотивация. А это бизнес-мотивация. Для него это чисто бизнес-мотивация. И сама, как он говорит, для него тема интересная. Это, говорит, не банальный какой-то магазин, там, стандартный, либо франшиза чего-то другого. Ну, не хочу примеры приводить, чтобы, не дай бог, не обидеть никого. Но, тем не менее, интересная тема. И мы ведь не просто продаём, как обычный магазин. Там пришёл человек, мы ему продали. Абсолютное большинство покупателей возвращается снова и снова. У них завязываются какие-то отношения с нашими продавцами, с владельцами магазинов. Это уже в некоторых городах определённые клубы по интересу. Я знаю случаи, когда покупатель может абсолютно спокойно на личный телефон продавцу вечером в нерабочее время позвонить и пообщаться с ним, получить консультацию. Либо, наоборот, радостью поделиться. Того, что у него что-то там получилось, либо он что-то новое придумал. Либо даже он нашёл что-то такое, чего нет в наших магазинах, и он хочет предложить это нам. А вы на такое откликаетесь? Конечно, откликаемся. У нас и на сайте есть форма обратной связи, там «Хочу купить» называется. И рынок очень большой, страна очень большая. И мы не можем за всем уследить. И вот какая-то часть ассортимента в наших магазинах появилась именно благодаря помощи, запросам, предложениям от наших покупателей. А что качествуется ваших франчайзи? Насколько вы их сильно контролируете, подпинываете, поддерживаете, консультируете? Подпинывать мы стараемся их не подпинывать. Значит, поддержка осуществляется постоянно. Мы ведь не зря говорим о том, что у нас франшиза. Франшиза подразумевает не просто продажи магазинов, но и контроль помощи. Вы ведь к выбору самой торговой площадки подходите серьёзно. Да, да, да. И, как показала практика, прошлой весны, о чём я как раз говорил, что у нас магазины не были закрыты. То, что мы действительно правильно выбирали места, не в торговых центрах, и наши магазины продолжали работать. И очень чётко подходим к подбору и расположению нашего магазина, к самому нашему потенциальному партнёру, к его способности открыть магазин. И практика показывает следующее. У нас по результатам работы, по прошлому году могу сказать, ни одного магазина не было закрыто. Все магазины работают. Отбор прошли и успешно. Да, вы надёжность подтверждаете. Спасибо. У нас был в гостях руководитель франчайзинговой сети колба Александр Татаринов. Мы беседовали о Магоноварении, о наших хобби и о бизнесе. Спасибо. Всего доброго.